Сейчас я хочу рассказать вам о том, как я залетел буквально на 50 тысяч рублей с штрафами ГИБДД. Уже залетел и рискую еще залететь на 250 или 350 тысяч рублей. Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Последнее время цифровизация нашего общества достигла немыслимых ранее величин. И цифровые технологии шагают далеко, и в том числе в сферу государственных услуг. И важнейшая услуга, которую оказывают нам государства, мы все знаем, это услуга по сбору налогов, услуга, и по сбору штрафов населения. И, конечно же, максимальная задача государства, чтобы максимально полно все было уплачено. Для этого создана специальная структура, которая развивалась и сейчас использует цифровые технологии, которые помогают населению, нам с вами, легко и безболезненно, быстро, по крайней мере, расстаться с нашими деньгами в пользу государства. Смотрите, как было раньше. Раньше на дорогах стояли, вы помните все, какие-то вот инспекторы ГИБДД, которые ловили там в кустах людей, и они собирали штрафы. Государству с этого был очень маленький прок, но с каких-то пор вдруг начали замечать руководство, что почему-то вот эти вот инспектора, которые были в чине там ефрейтора или рядового, стали жить лучше, чем офицеры. И, ну, это было неправильно. То есть, с одной стороны, государство недополучает, с другой стороны, ну, как бы, есть какой-то поток денег, которые собирают, но они почему-то не доходят до государства, они где-то снизу остаются. Это неправильно, естественно, и как решили исправить эту ситуацию? Ну, решили сначала повысить уровень. То есть, на дорогах уже стояли не сержанты, а уже стояли офицерский состав. Сначала это был младший офицерский состав, лейтенант, потом старший лейтенант, Ну, потом появились капитаны и майоры, появились уже на дорогах. Мы это помним, это был достаточно долгий процесс, но деньги государству шли еще маленькие совсем. То есть, как бы, до государства доходило мало, а капитаны и майоры стали жить хорошо. Это было неправильно, и поэтому решили уровень повысить еще. И, значит, ну, а куда уж повышать-то дальше? Дальше уже подполковники, полковники, и, ну, они попытались немножечко стоять, но решили, что это неправильно вообще. Ну, то есть, что это такое за какой-то колхоз стоять в кустах где-то ловить? Это неправильно, надо это дело переложить на новые технологии, во-первых. Во-вторых, всем уже не хватало действительно, потому что, ну, как бы, деньги не доходили. Они все равно где-то оставались просто на более высоком уровне. Они оставались, ну, куда еще дальше уровень повышать? Чтобы, так сказать, как бы, ну, до государства что-то доходило, значит, надо просто повысить уровень налогов. То есть, и, значит, начало государство повышать размер штрафов, потому что не хватало, до государства уже ничего не доходило, не хватало. Поэтому повышался размер штрафов, повышался, 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 повышался. Но, тем не менее, налогов мало было, это все было неправильно, и решили, значит, ну, надо бороться с этим делом, надо, чтобы все налоги шли в государство, и поэтому цифра шагнула в это дело. Что решили сделать? Какую систему построили? Достаточно быстро, прямо на наших глазах. Мы видим сейчас, что уже никто не прячется в кустах, а уже стоят камеры, которые невозможно обмануть, с которыми невозможно договориться. И эти камеры просто фиксируют нарушения. Вот, эти камеры фиксируют нарушения. Искусственный интеллект считывает номер машины, он определяет, кто владелец машины, информация поступает в ГИБДД автоматически, совершенно выписывается административное дело, и совершенно автоматически же выписывается штраф. И надо довести, естественно, до клиента, который получает государственную услугу, чтобы он максимально легко и беззаботно расстался со своими деньгами. И придумана целая система так, чтобы сделать хорошо клиентам, которые расстаются с деньгами, потому что, значит, сделано так, что если ты платишь штраф быстро в течение месяца, то, соответственно, ты платишь 50% штрафа. Если ты платишь, не платишь в течение месяца, то ты платишь полную стоимость, и тебе дается на это примерно полгода или год какой-то, ну, достаточно большой срок. Но если ты не заплатил, то есть, как бы, ну, не воспользовался этой услугой, то тебе государство уже предоставляет новую услугу в виде службы судебных приставов. Служба судебных приставов – это тоже государственная структура, и которая за свою услугу тоже берет деньги. Немножечко другие – это уже исполнительный сбор. Чтобы граждане хорошо расставались с деньгами, созданы все условия, то есть интернет, сервисы различные и так далее. И смотрите, ГИБДД – это государственная структура. Понимаете? Это государственная структура. И она выписывает штрафы. Есть сервис, там, штрафы ГИБДД. Мы заходим в интернет, свой банк, заметьте, да, в свой банк, в личном кабинете банка, мы пишем «Оплатите госуслуги, там, штрафы ГИБДД». И, соответственно, нажимаем, и мы можем ввести там номер УИН и заплатить штраф. А можем просто вот сейчас максимально все упрощено. Значит, приходит смс, мы просто нажимаем, у вас там есть новый штраф, и мы его оплачиваем. Банк с этого, естественно, что-то имеет, какой-то процент. То есть мы платим без комиссии, мы не платим комиссию банку, но банк получает комиссию от ГИБДД. Кроме того, ну, вы скажете, ну как же так, все, значит, там, руководство ГИБДД не у дел. Нет, это все тоже предусмотрено, потому что камеры устанавливаются коммерческими организациями. Этих коммерческих организаций много. Эта коммерческая организация должна заключить договор с ГИБДД. С кем из ГИБДД? Ну, с региональным управлением. А подпись ставит кто там, ну, в чине полковника там, я не знаю, какой чин. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, вот, кто это делает. Ну, то есть договор надо заключить. И договор заключается, естественно, не с каждой организацией, а с какой-то определенной организацией. То есть не так просто этой организации заключить договор, потому что она должна сначала получить лицензию на эту деятельность, она должна закупить оборудование, это оборудование надо сертифицировать, понимаете? Вот, то есть, как бы, есть целые структуры, которые занимаются сертификацией оборудования, продажей оборудования, заключением договора. И дальше уже заключают договор, подключают к системе, и система уже начинает контролировать те организации, которые вывешивают камеру, а камеру вывешивать тоже надо, значит, договор с ГАИ, и они должны согласовать это место, где будет висеть камера, ну, на каких-то условиях, там, понимаете, да? Вот, и поэтому, значит, как бы все это налажено, коммерческая организация, которая вешает камеру, получает там от собранных штрафов какие-то там процентов, 10-30 процентов кто-то, говорят, не-не-не-не, они без интереса, интерес там есть, но он небольшой, дальше все идет, ну, куда-то дальше, все это идет, вот, ну, в государство на самом деле идет, вот, а в государство это идет через банки, банки, соответственно, ну, и те организации, которые помогают собрать деньги, они получают тоже свой процент, он очень небольшой, там, порядка одного или двух процентов получают банки, вот, и, вот, эта система вся работает, и когда уже штраф выписан, то он поступает куда? Он куда-то поступает, и, ну, банки должны иметь доступ к этой системе, к этой системе имеют доступ достаточно широкий круг коммерческих организаций, ну, в том числе банки, и, что удивительно, ну, банки тоже сейчас шагнули в цифровизацию, у нас в каждом телефоне есть личный кабинет, поэтому, дальше всех шагнул в этом деле Тинькофф, я являюсь клиентом банка Тинькофф, что сделал Тинькофф? Тинькофф получает данные регулярно, а просто каждый день он сверяет, смотрит на этот ресурс, ну, как бы штрафы появляются, и он говорит, у вас появился штраф ГИБДД, вы сможете оплатить его в личном кабинете Тинькофф, он знает, что, значит, смотрите, штраф появился, он просто сверяет, там есть владельцы машин, у владельцев машин есть номера телефонов, он сверяет с базой номеров телефонов своих клиентов, и смотрит, так всем клиентам смс-ку рассылает, вот такая незамысловатая схема, очень эффективно работает. Что делал я всегда? Значит, я где-то там оставил номер своего ПТС, по-моему, или номер телефона, я уже не помню, или номер автомобиля, зарегистрировался где-то там, и именно по этому принципу я получал оповещение, то есть мне приходит смс-ка, мне приходит, ну, или я захожу в банк, у меня появляется, что у вас неоплаченный штраф, я нажимаю, одно касание, оплатить там 250 рублей, я всегда это делал, потому что я веду канал по инвестициям, и я понимаю, что 250 рублей, лучше сразу заплатить 250 рублей, чем потом 500 рублей, и уж точно не доводить до судебных приставов. И все шло хорошо, пока недавно не пришел полный пипец. у меня жена занимается бухгалтерией, а машина зарегистрирована на фирму, и, значит, жена приносит мне какие-то платежки и говорит, посмотри, с нас взяли 50 с лишним тысяч рублей, из них 50 тысяч рублей, это сбор за службы судебных приставов. Ну, а теперь на секундочку, если вы женщина, представьте себе, что бы вы сказали мужу, который довел до такого состояния, а если вы мужчина, представьте, что сказала вам ваша жена. Вот. Примерно так. И теперь представьте, что последние дня три я слушаю только вот это. Ну, сначала по поводу этих 50 тысяч, а потом, значит, жена стала копаться дальше, зашла на сайт судебных приставов и обнаружила, что там еще в производстве еще, ну, как минимум 25 таких дел у судебных приставов уже находятся, которые вот-вот придут, это еще 250 тысяч на секундочку, и еще обнаружила, еще там 15, по-моему, то есть всего 40 штрафов, которые не оплачены. Ну, я говорю, слушай, ну, как бы так, я-то доверчивый, я зарегистрировался на сайте, штрафы ГИБДД, сейчас вы его увидите, и я узнаю, я выясню, как же так, я же платил, я все платил, посмотри, вот, я сейчас, я посмотрю в банк, значит, я захожу в банк, смотрю штраф последний, который я оплачивал, это было 15 октября, я тыкаю на него, значит, куда ушли деньги, я хочу узнать, вижу сообщение, что-то пошло не так, ну, явно, что-то пошло не так, куда пошли деньги, я пошел в банк, банк говорит, я не знаю, я ничего не вижу, не могу понять, куда ушли деньги, ну, я немножечко покопался, и откопал, распечатал квитанцию, и выяснил, что все в порядке, деньги ушли туда, куда надо, дальше мы стали выяснять, и выяснилось, что, а это не та квитанция, то есть за тот штраф, который я уплатил, все честно, 250 рублей ушло, и нет никаких проблем, а вот те штрафы, которые пришли от службы судебных приставов, в полном объеме, да плюс еще 10 тысяч рублей за каждый, они нигде не были, и мне не приходила смска, тогда я зашел на сайт штрафы ГИБДД, и сделал запрос, а что же, что же такое, куда уходят деньги, почему теперь вы видите ответ этого сайта, написано, мы коммерческая организация, никакого отношения к государству мы не имеем, то, что мы делаем, мы делаем, а ко всем вопросам к судебным исполнителям, нормально, да? Ну и действительно, значит, жена зашла на сайт ГАИ, там обнаружила кучу выписанных штрафов, о которых я не знал, вот такие дела, и чтобы вы не попали в такую же ситуацию, как я, ну, судя по всему, значит, 55 тысяч уже ушли у меня со счета, и, судя по всему, уйдут еще примерно столько же, сейчас мы срочно оплачиваем те штрафы, ну, которые еще не попали к судебным приставам, которые висят на сайте ГИБДД, вот, и, ну, и сейчас пытаюсь договориться с судебными приставами, что я оплачу, чтобы они не выписывали вот этот вот сбор исполнительный, чем все осложняется? Тем, что я иду к судебным приставам, а там закрыто, коронавирус, самоизоляция, все работают на удаленке, можно записаться только через сайт госуслуг, записи там на два месяца вперед, за два месяца вперед они уже все эти деньги снимут. Звоните по телефону, я звоню по телефону, телефон либо занят, либо не отвечает, вот, и для письменных обращений там ящик, сейчас я прямо вот закончу это видео и поеду туда писать письмо, ну, собственно говоря, то есть я попал. В чем проблема? Смотрите, вот этот вот сайт, который называется штрафы ГИБДД и многочисленные другие штрафы, сайты, которые обещают вам давать оповещение по штрафам ГИБДД, они берут эти штрафы не все, а где-то вот какой-то вот ну кусочек от этого общего потока, какой-то маленький кусочек, понимаете, а большой кусочек, он идет мимо, им пофигу, они оповещают о том кусочке, который, с которым они заключили договор маленьким, и с этого дела они имеют, я думаю, копеечку, я думал, что, может быть, банк заключил договор не с той организацией, но, вероятно, так оно и есть, вот, ну, а я, как слишком доверчивый, ну, в принципе, по почте я не получал, потому что мы тоже сидим на удаленке, и, ну, как бы почту не видим, по почте не приходят нам вот эти вот письма, поэтому мы не можем их вовремя оплатить просто, и поэтому сложилась такая ситуация. Что я хочу сказать? Не доверяйте вот этим различным коммерческим организациям, проверяйте, где вы регистрируетесь. Регистрируйтесь на сайте гибдд, скорее всего, точка, гоф, то есть государственная организация, регистрируйтесь на сайте ФССП, службы судебных приставов, о тех делах, которые к вам вот там оповещение, там тоже есть, это налажено, государство это наладило, и не попадитесь на удочку вот этих вот коммерческих сайтов, типа штрафы гибдд.ру, они это коммерческие организации, которые, в общем-то, не несут ответственности за свои действия, а хотят намыть небольшую копеечку на нас с вами. Вот, ну, я попал, не попадите вы, и напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, может быть, вы сами работаете в этой системе, может, у вас есть какие-то дополнения по поводу того, что я сказал, по поводу той структуры, о которой я описал, может быть, вы не согласны, или у вас, наоборот, есть какие-то детали, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, ну, а вообще говоря, у меня сайт, посвященный личным финансам, не только штрафам, и не столько штрафам, и не как расстаться с деньгами, а как их заработать и сохранить, поэтому подпишитесь на мой сайт, там очень много интересного, вообще говоря, я занимаюсь созданием источников пассивного дохода, то есть, как создать пассивный доход, на который мы сможем жить, это абсолютно законные, как правило, пассивные доходы, потому что, не как правило, это абсолютно законный пассивный доход, то есть, доход, который будет нам приносить, скажем, фондовый рынок, то есть, акции, облигации и так далее, как это все организовать и и другие источники пассивного дохода есть абсолютно законные абсолютно нормальные и из этих источников я уже получаю в принципе но неплохой доход в размере но у меня была цель получить получать по организовать пассивный доход ну в районе хотя бы 100 тысяч рублей в месяц вот сейчас эту цель поменял потому что она уже достигнута и сейчас у меня цель пассивный доход 500 тысяч в месяц на который можно спокойно существовать поэтому я думаю что вы найдете много интересного на моем канале демитков юрий ссылочку вы видите где-то там ну под этим видео подписаться на сегодня все лайк комментарии и до встречи с вами был демитков юрий